Какие перспективы и возможности на российском рынке? Какие перспективы и возможности на российском рынке? В любом случае, это индивидуальный подход каждому клиенту. Мы заинтересованы в работе с теми клиентами, теми предпринимателями, которые уже достигли определенных успехов в своей работе и хотят расширить существующий успешный бизнес, создать его подобие или просто развиваться в рамках того, что они в той нише, в той области, которую они уже нашли. Какие перспективы и возможности на российском рынке? Какие перспективы и возможности на российском рынке? В частности, такая вещь, как лизинговые портфели, не являясь регистрируемым, не являясь публичным залогом, является во многих случаях более ликвидным, более осязаемым залогом, чем та же недвижимость. Да, такие ситуации есть. Более того, мы как раз готовы предоставлять клиенту комплексное решение, где мы можем комбинировать как юрисдикции залога, так и юрисдикции, в которых работает клиент, и мешать в один продукт российские реалии, европейские реалии, латвийские и сделать некий комплексное решение. Есть неплохой проект в Райзане, который мы делаем, это строительство геоперцентра. Я от проектов по управлению недвижимостью в Петербурге, проект в ЦАМАИ по управлению недвижимостью, финансирование типографии Веленинградской области, финансирование проектов по строительству в Минске, финансирование проектов по закупке вагонов и цистерн в той же Беларуси, а я от торговых центров в Москве. Целевой объем это 5-10 миллионов долларов, при этом есть проекты на большие суммы, есть проекты интересные на миллион, на два. Наши планы амбициозны, планируем, что профиль будет прирастать без суммы. Продолжение следует...